Друзья мои, почти год назад мы выпустили полноценное видео об эволюции великой, легендарной третьей части героев. Надеюсь, вы посмотрели тот самый ролик, а если нет, скорее исправляйтесь, ведь судя по комментариям, именно эта часть до сих пор греет души Олдфага своими воспоминаниями о многочасовых партиях с друзьями и бессонных ночах против компьютера. К слову, как раз в начале 2000-х и автор ролика познакомился с серией. Я регулярно приезжал к своим родственникам на другой конец города, где жили мои дяди. У них только-только появился их первый персональный компьютер, и они, будучи старшеклассниками, рубились во всевозможные культы того времени, включая великолепную вторую часть. Поначалу передвижение коняшек меня не заинтересовало. Мне хотелось как следует размять кому-нибудь морду в МК-4, но вскоре понемногу, по чуть-чуть я начал присматриваться к тому, что именно делают парни. А потом, как прострелило. Да, друзья, я буквально влюбился в героев, и у меня, как у ребенка, создавалось впечатление, что я уже никогда не смогу жить без своей любимой игры. А буквально через несколько месяцев дядя принес новенький диск с третьей частью, и... Моя мама забыла, как выглядит ее сын. Честно признаюсь, что несмотря на то, что я являюсь огромным ценителем серии, до написания сценария к этому ролику ни в шестую, ни в седьмую часть я не играл. Еще до релизов почитывал всевозможные издания, и желание, знаете ли, как-то пропадало. Фанаты серии меня точно поймут. Но ради вас, дорогие геройщики, я преодолел свои страхи и таки поиграл в последней части, чтобы иметь полное представление картины. Так что сегодня предлагаю полностью окунуться в фэнтезийный мир Enrod и пройтись по всей эволюции, закату и, к сожалению, смерти легендарной серии Heroes of Might and Magic. Серия игр началась с King's Bounty, выпущенной компанией New World Computing в 1990 году. Геройская серия и Награда Короля были созданы одной командой, а их главным разработчиком был один и тот же человек. Поэтому неудивительно, что они имеют много общего. Цель игры проста – найти похищенный скипетр, собирая кусочки карты по всему миру и сражаясь с противниками. В начале игры мы выбираем своего героя – рыцаря, варвара, паладина или волшебницу. Затем ему предстоит собрать мощную армию, с помощью которой он сможет путешествовать по миру, не боясь вступать в битвы с многочисленными врагами. В настоящее время такой геймплей может показаться простым, однако в свое время он стал настоящим революционным прорывом. Игра Kings Bounty была настолько популярна, что была портирована на Apple II и Macintosh, а через год появилась версия для Sega Genesis. New World Computing, вдохновленный успехом, не спешила с разработкой сиквела, а хотела использовать полученные знания и финансы для создания настоящего культа. При создании третьей части Might & Magic студия значительно расширила свой штат, взяла на заметку ошибки, совершенные в предыдущих играх, и уделила большое внимание лору и сценарию. Целью Джона Ван Каннегема было отойти от традиционного Dungeons & Dragons и создать совершенно новый мир, который имел лишь костное отношение к предыдущим частям. Новый графический движок предоставлял Might & Magic 3 Isles of Terra яркую и красочную графику, которая отличалась от конкурентов. Локации стали более детализированными, враги получили анимацию, а лица главных персонажей были вынесены на отдельную панель. Управление стало более отзывчивым, а навигация по игровым меню более удобной. Также в игре появилась полноценная музыкальная поддержка, которая усиливала эффект погружения в игровой мир. Создание Heroes of Might & Magic по задумке Джона Ван Каннегема должно было стать прорывом в игровой индустрии. Проект был разработан с учетом пожеланий игроков и представлял собой гибрид стратегий и ролевой игры. Он получил широкое признание благодаря яркой графике, глубокой игровой механике и уникальному игровому процессу. Новый мир Enrod был насыщен уникальными расами, героями, зданиями и монстрами, что позволило геймерам полностью погрузиться в игровой процесс. Несмотря на успех первой Kings Bounty, найти издателя было проблематично. Инвесторов отпугивала сама идея пошаговой стратегии, когда на рынке все рекорды бил первый Doom. Вдобавок студия зарекомендовала себя как разработчик ролевых игр. Тогда же Джону пришла идея объединить героев с мирами чай-магии, добавив уже знакомые ролевые элементы в жанр стратегии. Издатель таки нашелся в лице 3Dio Company, они приобрели студию New World Computing и обеспечили финансирование нового проекта. В начале работы над игрой было задействовано чуть более 10 человек. В роли ведущего геймдизайнера был назначен Фил Стейнмайер, у которого была сложная задача – объединить две абсолютно разных по жанру игры. В то же время, Канагем с программистами работал над новым игровым движком. Программисты создали удобный редактор уровней, который позволил геймдизайнерам более тщательно продумывать локации и сосредоточить внимание на сценариях. Учитывая, что основной сюжет игры Might & Magic был завершен, Джон решил создать новый сюжет с нуля. Благо, вселенная позволяла безопасно придумывать новые миры. Узнаваемые элементы из ролевой серии остались, однако это скорее отсылки и упоминания, а не ключевые моменты. Второй год разработки игры был непредсказуемым и хаотичным. Фил Стейнмайер не успевал организовать уже готовые механики, когда Канагем подкидывал ему новые. Количество идей и концепций было настолько огромным, что на определенный момент сотрудники теряли представление о том, какой продукт в итоге получится. Тестеры запутывались, а геймдизайнерам приходилось буквально вырезать и перерабатывать некоторые части игры. Для добавления дополнительных музыкальных треков, композитор команды Роб Кинг пригласил своего знакомого Пола Ромеро. Он попросил у него сочинить мелодию в стиле фэнтези, которая была бы приятной для прослушивания на протяжении долгого времени, не вызывая при этом раздражения. Итоговый результат устроил команду разработчиков, и Ромеро был нанят для дальнейшего сотрудничества. И правильно сделали. Вы можете себе представить, как вообще играть без великолепной музыки первых частей героев? Одни только божественные треки городов из второй и третьей частей чего стоят? За месяц до релиза проект уже был играбелен, однако до совершенства ему все еще было далеко. За три недели до отправки игры на печать, Джон провел тестирование предрелизной версии игры. Вопреки ожиданиям, игроки часто жаловались на скучность и чрезмерную сложность героев. Канагем и Стейнмайер приступили к редактированию сложностей искусственного интеллекта, а также изменили общий темп игры и расстояние передвижения персонажа по глобальной карте. Эти изменения, хотя и казались незначительными, в итоге дали именно то, чего не хватало во время тестов. Энрод появился в ходе глобального космического сражения, а позже был переработан древними создателями в развивающейся мирной манер Варн. Отправив на Энрод одну из платформ Варн, древние смогли тем самым создать два континента, Энрод и Антагарич, на котором и разворачиваются основные события героев. Стоит упомянуть, что древние отправили на Энрод не только Варн для создания жизни, но и Мелиана, стража, искусственно созданного робота, главной целью которого был надзор за процессом колонизации нового мира. Вскоре, после удачного первого этапа эксперимента, Мелиан перенес свое сознание в центральный компьютер, став Оракулом Энрода, существом, которому будут позже поклоняться как божеству. Да-да, в мире героев, что называется под боком, существует могучий искусственный интеллект, обитающий в гигантском компьютере. Если на Земле точкой отсчета времени считается рождение Христа, то для миров Might and Magic таковым является событие, названное Тишиной. Долгое время населяющие Энрод люди имели доступ как к магии, так и к технологиям через небесные кузни, особые машины, способные создавать могущественные артефакты и другие предметы. Баланс магии и технологий настолько организовал оба направления, позволяя древним сохранить верность поданного мира, а для закрепления эффекта на материке Энрод располагалось колониальное правительство, наместники, выбранные самими древними. Ситуация изменилась с наступлением тишины, момента, в которой древние потеряли связь с подчиненными мирами. Сами жители Энрода были уверены, что связь прервалась из-за того, что древние были разгневаны на людей. На деле связь прервалась из-за войны с Криганами, коварные пришельцы, главная цель которых – уничтожение всей прочей жизни, отрезали сектор вселенной от общей связи, изолировав один из узлов сети. Участвовать в жизни Энрода у могущественных древних больше не получалось, но они смогли наладить дальнейшее наблюдение. Эксперимент не считался провальным. После исчезновения централизованной власти на Энроде началась так называемая эпоха монстров и стали образовываться совсем новые государства. Волшебники основали Бракадун, варвары объединились под знаменем Ярга. Молодые и строптивые эльфы создадут на севере Антагарича королевство Авли, отделившись от более консервативных сородичей воли. Некроманты назовут свое королевство Дея, а живущие, преимущественно под землей чернокнижники, создадут Негон. Не стоит забывать и о Таталии – государстве, раскинувшемся на болотах. Последним королевством стали земли, на которые вторглись Кригани. Они сумели заключить союз с местными демонами и основали Элфол, оскоренив некогда плодородные земли и превратив их в безжизненные вулканические пустоши. Жизнь при этом кипела не только на Антагарича, где разворачиваются события героев. Остатки прибывших с Варн-Рас искусственно создали третий континент – Жадам, где располагались еще несколько государств. Игравшим в неофициальное дополнение Рок Бездны будут знакомы, к примеру, Пираты Регны или Темные Эльфы из Might & Magic 8 в Day of the Destroyer. О том, что могло случиться дальше с миром Эн-Рот, игрокам узнать, увы, не суждено. Студия New World Computing, создавшая сложную вселенную, канула в лету, а права на Might & Magic, начиная с пятой части, перешли к Ubisoft. Пятерка предлагала новый мир Асхан, частично лишенный фантастических элементов, и в последующих играх это только закрепилось. Но давайте обо всем по порядку. В конце лета 1995 года была выпущена первая часть серии Heroes of Might & Magic, которая сразу же получила высокие оценки прессы и восторженные отзывы игроков. В то время, передавая 256-цветная SVG-графика, вручную прорисованные задние фоны, стильные боевые сцены и детально проработанные существа стали стандартным для фэнтезийных игр. Музыкальное сопровождение также не осталось без похвалы. Однако главным достижением первых героев стал их оточный геймплей, который затягивал игроков на многие часы и дни. Might & Magic передали в героев свой сеттинг, пару персонажей, названия городов и существ, а также квесты и систему прокачки персонажа. Kings Bounty внесли свой вклад в героев, предоставив стратегическую карту, по которой игрок может перемещать свои войска, добывать ресурсы и захватывать замки. Однако, не следует забывать, что герои — это не просто результат слияния двух игр, а полностью уникальный проект с собственными механиками. Прежде всего, было расширено развитие городов. В первой части появилась возможность строить различные здания, которые обеспечивают доступ к более мощным существам, заклинаниям и золоту. Чем больше городов захвачено, тем больше армии у вашего полководца и больше шансов на победу над противником. Во-вторых, игрок может контролировать не только одного персонажа, но сразу нескольких. В игре есть четыре разные класса героев и замков, каждый со своими уникальными юнитами и особенностями. Именно им предстоит путешествовать по карте, посещать города, собирать ресурсы, захватывать шахты и сражаться с существами. В отличие от King's Bounty, параметр лидерства был заменен на новую ролевую систему, в которой герои получают опыт и повышают свой уровень. Увеличение уровня повышает характеристики героя, такие как сил атаки, защита, магия и уровень знаний. В-третьих, не менее важной особенностью являются сражения. Представьте себе, на поле боя встречаются две армии, каждая из которых обладает пятью видами существ. Каждый тип воинов имеет свою скорость, уникальные способности и стиль атаки. Сражение происходит на ограниченном поле в режиме пошаговой битвы. В первых играх не было такой привычной для нас гексагональной сетки, и игрокам приходилось оценивать расстояние и перемещение отряда вручную. При осаде замка можно было использовать катапульту, которая производит выстрел с начала хода атакующей армии. Главный герой также может значительно усилить свою армию за счет улучшения своих характеристик. Магическая система в первой игре значительно отличается от тех, что появились в последующих частях. Здесь заклинания можно использовать только ограниченное количество раз, и все зависит от уровня знаний персонажа. Если у игрока, например, семь очков знаний, то он может применять заклинания на противника не более семи раз, после чего оно забывается и приходится изучать заново. Цель игры может изменяться в зависимости от условий сценария. Например, может потребоваться победить всех вражеских героев, захватить все замки, накопить определенное количество золота или найти редкий артефакт. Вариативность, возможность выбора уровня сложности и условий победы делали игру очень реиграбельной, что компенсировало некоторые недостатки первых героев, такие как отсутствие множества компаний и простоватый искусственный интеллект. Однако, несмотря на малочисленные минусы, проект сразу же стал хитом и разлетелся огромным тиражом. В 1995-м Heroes of Mad and Magic стала лучшей стратегической игрой года по версии Computer Gaming World. Первая часть заложила основы того, что миллионы геймеров по всему миру впоследствии полюбили. Сейчас, по прошествии аж 28 лет, найти какие-то авторитетные источники с достоверными оценками этого шедевра практически нереально. Ну вот, например, согласно рейтингу одобрения Google, проект все еще держит планку в 93%. То, что первые герои срочно нуждались в продолжении, понимаем мы сейчас. Понимали и тогда трудяги из New World Computing, так что сиквел не заставил себя долго ждать. Отличные продажи и положительные отзывы побудили компанию 3Dio дать зеленый свет на разработку следующей серии. Через год после выхода первой игры вышла версия для Windows 95, которая включала генератор случайных карт, новый сценарий и оригинальную игру Kings Bounty. Также в том году вышла вторая часть серии Heroes of Might and Magic, в которой были добавлены удаленные функции и недостающие элементы из предыдущей игры. В целом, The Succession Wars развил и закрепил успех первой игры. Разработчики придерживались установленной формулы успеха. Вместо того, чтобы искать оригинальность, они старались предоставить игроку наиболее широкий выбор яркого и разнообразного контента. Фракции теперь назывались по классам героев, а не по замкам, а их количество увеличилось до 6. Появилась нежить во главе с некромантом, а маги разделились на злую армию чернокнижника и добрую армию волшебника, также состоящую из мифических созданий. Добавилась весьма интересная возможность улучшать некоторых юнитов, предварительно усовершенствовав здания, где они производятся. Система магии в игре претерпела существенные изменения. Вместо традиционной для любителей D&D системы запоминания заклинаний, теперь используется запас магической энергии. Кроме того, специальный артефакт был заменен на более конкретный грааль, который используется для постройки уникального здания в городах и дает значительные преимущества. Однако главным отличием стало появление вторичных навыков, которые игрок мог выбирать самостоятельно, дополняя фиксированные бонусы классов. Список был одинаков для всех персонажей, но вероятность получения конкретных способностей различалась в зависимости от типа героя. Например, варвару чаще предлагали возможность быстрого перемещения по глобальной карте, в то время как вероятность получения доступа к высокоуровневым заклинаниям была ниже. Одним из второстепенных навыков была некромантия, но она была доступна только определенному классу. Остальным игрокам использование этого навыка было запрещено. Сюжет новой части продолжал историю династии Железный Кулак. После смерти короля Морглина, его сын Арчибальд унаследовал трон вопреки тому, что королем должен был стать его брат Роланд. Тот сбежал из замка и поднял мятеж против брата, начав междоусобную войну за власть над Энротом. Игрок мог пройти игру за любую из сторон конфликта. При этом в компании Арчибальда были злые расы под командованием варвара, некроманта и чернокнижника, а в компании Роланда – волшебница, рыцарь и маг. Канонической концовкой считается победа Роланда, его придворный маг превратил Арчибальда в камень. В 1997 году к игре вышло единственное дополнение – The Price of Loyalty. Оно добавило новой одиночной сценарии компании, захватывающей артефакты и множество новых объектов на карте, а также улучшило редактор карт. Сюжет дополнения состоит из четырех отдельных историй разных героев, которые не связаны между собой или с сюжетом оригинальной игры. В итоге, команда во второй части уже известной серии отлично проработала слабые места оригинальной игры, а именно кривоватый баланс и низкую вариативность. Количество допустимых отрядов воинов возросло до шести, а карта боя значительно увеличилась, что еще больше добавляло тактической составляющей. Популярность двойки, как вы понимаете, стала значительно выше проекта 95-го года. О чем уж говорить, если даже сейчас фанаты активно занимаются развитием проекта The Succession Wars, мод которого переносит игру на движок третьих героев. Но все-таки возьму на себя ответственность утверждать, что лучшая часть серии была еще только впереди. Если бы меня кто-то попросил назвать величайшую игру в жанре пошаговых стратегий, я бы ни на секунду не сомневаясь назвал бы героя Три Хота. Впрочем, фанатский аддон лишь расширяет и улучшает базовую игру, которая вышла аж за 10 лет до этого. Сюжет третьей части развивался параллельно с событиями в Might & Magic 6, однако происходил на другом континенте, Антагрихе, где находилось королевство Эрафия. После смерти короля Николаса Грифон Харта, отца принцессы Катерины, крегане, выжившие в этом континенте в регионе Элфол, а также подземное королевство Нигон напали на страну. Катерина была вынуждена вернуться домой, чтобы возглавить сопротивление. Дальнейшее развитие сюжета описывает, как Катерина нашла союзников в лице королевства магов Бракада, элфийских земель Авли, чтобы противостоять вторжениям в Эрафию, сражаясь с креганами, жителями Нигона и Таталии, а также варварами из Крюлида. Но самой опасной угрозой оказались некроманты из государства Дея, которые оживили отца Катерины, Николаса. Но их попытки контролировать нового лича потерпели неудачу, и он стремился захватить весь континент, чтобы заполнить его нежитью и установить свою тиранию. Катерина была вынуждена объединиться с правителем Идеи, чтобы противостоять своему оживленному отцу. В конце концов, в бонусной кампании рассказывается о восстании людей и эльфов в небольшом регионе между Эрафией и Авли, которая, по некоторым записям, из Might and Magic 7 возглавлял Арчибальд Железный Кулак. Однако, весь сюжет и перипетии, происходящие в третьих героях, являлись только фоном для игрового процесса, который заставлял многих людей проводить сотни часов, проходя сценарии как в одиночку, так и вместе с друзьями в локальном и онлайн режимах. А когда все сценарии были пройдены, игроки создавали свои собственные карты, юнитов, заклинания, героев и даже замки. Вокруг третьей части серии сформировала своя субкультура, наследие которой можно наблюдать и по сей день. Примечательно, что третья часть серии продолжила и развила тенденции из предыдущих частей. Возможно, среди наших зрителей все же найдутся люди, которые попросят меня перечислить все нововведения и интересные механики, которые были введены именно в третьей части. Так что давайте для полноты картины рассмотрим хотя бы некоторые из них. Во-первых, стоит отметить яркую и выразительную графику, которая сделала значительный скачок вперед по сравнению с предыдущими версиями игры. Кроме того, все юниты получили возможность улучшения, а не только некоторые из них. Список второстепенных навыков стал более разнообразным, но базовые способности героев стали более уникальными. Теперь каждый полководец имел свою собственную специализацию, которая позволяла эффективнее использовать определенные заклинания или усиливать конкретных юнитов. На глобальной карте появилось больше разнообразных объектов, а число нейтральных существ увеличилось. Это добавляло вариативности для игры с друзьями или против искусства интеллекта, а также появился генератор случайных карт в дополнении клинок Армагеддона, что давало геймерам практически бесконечное число контента. Количество интересных механик геймплея было настолько большим, что даже в 2023 году профессиональные игроки все еще находят новые тактики и совершенствуют свои логические способности на карте приключений. Наконец, после выхода двух официальных, клинок Армагеддона и Дыхание Смерти и одного фанатского дополнения Horn of the Abyss, количество фракций и их тематических городов увеличилось аж до 10. Все они сбалансированы таким образом, чтобы даже играя заведомо более слабые фракции, например, варварами против Некрополиса, у вас все равно есть шансы за счет уникальных фишек, присущие конкретно вашему городу. Например, Раша Понета за счет более быстрых и сильных юнитов первых уровней, суммарно с огромной атакой их полководцев. Но общая структура игры, естественно, осталась прежней. Существует множество причин, объясняющих феноменальную популярность третьей части, и, вероятнее всего, нет единого объяснения. Однако, безусловно, одной из причин успеха были удачные эстетические решения, такие как дизайн юнитов, замков и особенно музыка в игре. Но в долгосрочной перспективе успех третьей части принес компании New World Computing некоторые неудобства, поскольку они были вынуждены конкурировать сами с собой. Дело в том, что после головокружительного успеха третьей части Ван Каннегем не справился с настолько оглушительной славой, свалившейся на его голову. Именно тогда он принял, как сейчас мы понимаем, роковое решение. Он считал, что благодаря огромной фанатской базе New World сможет заработать десятки миллионов при минимальных усилиях. Да, друзья, вы уже смекнули, что речь идет о хрониках героев. Ряду официальных дополнений к третьей части. Таким образом, издатель и разработчик вроде как хотели расширить аудиторию. Они стали выпускать небольшие главы, состоящие из отдельных сценариев и отличавшиеся сравнительно низкой сложностью. Но на деле компания скорее напротив. Только навлекла на себя гнев фанатов. Ведь никакие. Слышите меня, даже самые малюсенькие нововведения не были использованы. Окей, мы можем лицезреть новые картинки в главном меню из каждой части серии и получаем для прохождения кампании, причем не сказать, что они были чем-то суперинтересным. И вот на этом как бы все. Но если сегодня фанаты серии могут без проблем купить все части хроник за 600 рублей, то на момент выхода издатели Тридио решили продавать игру в виде сборника из двух частей за 20 долларов каждый. И это с тем учетом, что большинство карт кампании были S-размера, а сами задания не блистали оригинальностью, и почти всегда нам нужно было просто разбить своего соперника. Так что по сути, негативные рецензии игроков и критиков были весьма закономерны. Этот провал становится началом конца для классических героев. Студию преследует череда неудач. Несколько игр подряд, включая дорогостоящие фэнтези-шутеры Legends of Might and Magic, показывают неудовлетворительные продажи. Казалось, команда Канагема совершила поворот не туда, и нужно скорее ставить поезд на уже привычные, проверенные временем рельсы. Но нет, New World в отчаянии уходит еще в больший эксперимент. В 2002 году были выпущены продолжения обеих основных серий игр. Heroes of Might and Magic 4 и Might and Magic 9. Сюжет игр разворачивался в новом мире под названием Axiote, куда перебралась часть жителей Нрота. Однако стратегическая игра фокусировалась на судьбах беженцев, в то время как RPG рассказывала абсолютно новую историю. В четвертой части было внесено больше новидений, чем в любой другой игре этой серии. Для фанатов этой части я сразу хочу обмолвиться, что лично я в свое время максимально плевался от нового геймплея. Но уверен, многие из вас кайфовали и считают четверку лучшей. Поэтому прошу вас меня не осуждать, а лучше написать комментарий, за что именно вы цените эту часть. Начнем с того, что вместо классического 2D вида появилась изометрия. Теперь герои могут активно участвовать в битвах и, как следствие, умирать. В армии может быть больше одного полководца или вообще не быть. Тут уж как пожелаете. Контратаки юнитов теперь происходят одновременно с атакой, что затрудняет уничтожение вражеских отрядов до того, как они нанесут урон. Кроме того, стрелки также отвечают на выстрелы. Глобальная карта также претерпела серьезные изменения. Больше не требовалось возвращаться в замки за новыми войсками, так как была введена возможность доставки войск специальными караванами. Это серьезно упростило логистику и давало возможность героям больше времени уделить планированию своей прокачки. Кроме того, система развития полководцев была серьезно переработана. Разработчики явно вдохновлялись последними частями Might and Magic. Теперь все герои одного класса начинаются одинаковыми способностями, но могут развиваться совершенно по-разному, изменяя не только свои навыки, но и профессии. Кроме того, новые классы, такие как убийцы или генерал, становятся доступны, если герой соответствует определенным требованиям по навыкам, независимо от базового класса. Были внесены значительные изменения в замке. В целом, они были созданы на основе концепции беженцев, выживших обитателей Энрота, которые стремились создать новое общество в новом мире. Например, выжившие григани объединились с нежитью в Некрополисе, чудовища из разных фракций собрались в убежище, а эльфы и животные из Старого Мира организовали заповедник. Три других замка, Академия, Крепость и Обитель были основаны на старых башнях, цитадели и замке. При этом, каждая из фракций жестко опиралась на одну из доступных школ магии, за исключением крепости, варварские обитатели, которые полагались только на грубую силу. Помимо всего прочего, в городах появились альтернативные строения. Это когда, скажем, есть выбор построить могучих черных драконов, или более слабую, но бьющую по всем врагам гидру. С одной стороны, такой выбор зачастую заставлял нервно кусать ногти в размышлениях, кого же все-таки купить. С другой стороны, с повышением скилла и лучшего понимания механик, этот выбор мог значительно облегчить жизнь, исходя из текущих целей и задач игры. В плане сюжета, игра предлагала 6 практически независимых друг от друга компаний, рассказывающих истории возникновения государств-беженцев. Четвертая часть игры Героя Меча и Маги не слишком популярна в сообществе и часто подвергается критике. Тем не менее, она получила высокие оценки на момент выхода и была дополнена двумя аддонами The Gathering Storm в 2002 году и Winds of War в 2003. Однако эти дополнения не принесли много нового контента или продолжения сюжета, начатого в основной игре. В апреле 2002 года издательство 3Dio значительно сократило команду Ван Каннегема, но точное число увольных сотрудников осталось неизвестным. Это серьезно подорвало Джона и вывело его из равновесия на долгое время. К сожалению, дополнения так и не помогли улучшить ситуацию. Продажи оставались низкими, и 3Dio объявила себя банкротом, вслед за чем было закрыто и New World Computing. В тот момент история серии могла бы и закончиться. Провал четвертых героев был закономерным, но все равно обидным. И тут на сцене, откуда ни возьмись, появляется французский гигант Ubisoft, который скупил все, что связано с мечом и магией, и в тот же же сосредоточился на получении своей выгоды. Недолго думая, они передают разработку российской компании Neval Interactive. Ставка, на удивление, практически для всех оказалась правильной. Когда Ubisoft купили компанию New World Computing, они также получили наработки по пятой части игры, но в итоге отказались от их использования. Вместо этого российская компания Neval разрабатывала игру с нуля. Их проект Heroes of Mad and Magic 5 был выпущен в 2006 году. Одна из причин отказа Ubisoft была технической. New World хотели продолжать использовать изометрическую 2D графику, а Ubisoft хотели полноценную трехмерную картинку. Кроме того, юбики не хотели использовать мир Аксиота, делая ставку на ностальгию по более успешным второй и третьей частям игры. Это, в сочетании с невозможностью вернуться в Enrot, заставляло Neval Interactive создать собственный мир, который не имел никакого отношения к старой вселенной. Впрочем, разница оказалась не очень заметной. Большинство геймеров на это даже не обратили внимания. И мало кто действительно копался в новом лоре для того, чтобы почерпнуть для себя что-то новое. Ведь перед игроками предстал новый, сильно обновленный геймплей, и до писанины и справочников не было дела. В новой игре было 6 фракций. Орден Порядка, Академия Волшебства, Лесной Союз, Инферно, Некрополь и Леготеней, которые повторяли старые фракции людей, магов, лесных существ, демонов и нежити из предыдущих частей, но были значительно обновлены. Леготеней, например, представляла собой традиционную фракцию подземных чудовищ, которые в пятой части были объединены под властью темных эльфов. Но давайте будем честны, Пятерка буквально ворвалась в мир героев и сходу полюбилась многими геймерами, в первую очередь потому, что была неким гибридом между третьей и четвертой частью, вбирая в себя все лучшее, каждый из них попутно применяя новые технологии. Игровой процесс в новой игре напоминал старых добрых героев, хоть и существенно измененных. Теперь полководцы больше не могли участвовать в боях, как обычные юниты, но зато получали свой собственный ход. Поэтому и заклинания могли быть наложены только в определенный момент, а не когда угодно. Сильные юниты, обладающие магией, получили по несколько способностей. Система поиска и использования Граля осталась без изменений, но сам Граля был переименован в Слизу Асхи. Это название сохранится во всех последующих перезапусках игры. Одним из самых значительных изменений в игре было переосмысление расовых навыков. Разработчики Невал Интерактив взяли за основу умение некромантов поднимать нежить, которая появилась во второй части серии, и старались сдать каждой расе свой уникальный навык, который бы определял тактику боя. Например, герои Инферно могли открывать на поле боя порталы, вызывающие дополнительных демонов, а герои темных эльфов усиливали атакующие заклинания. Одной из главных фишек онлайн-игры, разумеется, стал одновременный ход, который позволял двум игрокам ходить в одно и то же время независимо друг от друга, что экономило огромное количество часов. Геймеры были в восторге. Но лично для меня главным достоинством проекта стали полноценные кинематографические полеты над городами пятой части. Боже, да даже сейчас, спустя 17 лет, выглядят они просто шикарно. А если к этому наслаждению еще и добавить великолепный тематический саундтрек, буквально бегают мурашки. Вы просто вспомните этот кайф. За это мы безмерно благодарны бессмертному Полу Ромеро, но к нашему большому сожалению, это была последняя часть, над которой он трудился. Игроки и критики очень хорошо приняли новую игру, а Юбисофт закономерно получила заслуженную прибыль. После этого было выпущено два дополнения, одно краше другого. В каждом дополнении была добавлена новая раса, новые сюжетные кампании и игровые механики, некоторые из которых были заимствованы из четвертой части. Hammers of Fate было выпущено в том же году, и в нем впервые в истории серии были добавлены дворфы как отдельная раса, а не как часть другой фракции. Сюжетная линия дополнения рассказывала историю падения империи Грифона под влиянием демонов. В 2007 году вышло дополнение Tribes of the East, которое добавляло кампанию за орков, напоминающих традиционных варваров. Кроме того, была введена механика альтернативных улучшений для всех юнитов. В этой части завершалась история борьбы с демонами. Изабель, вернувшаяся к своему народу после долгих приключений, защитила свою страну и передала корону одному из своих генералов – Фриде. Фрида заключила союз со всеми соседями и реформировала империю Грифона в новую империю единорога. Однако угроза демонов сохранилась. Друзья, вот вроде бы все так логично. Ты даешь новой студии шанс показать себя, говоришь «сделайте отличную игру». И они делают. И фанаты счастливые. Игровые издания пишут о новых героях, как о реальном возрождении серии. Мол, New World создали героев, подарили нам незабываемую сагу, но их время шло. Сейчас-то, Юбисофт, да как навалит, да как сделает, снимал такое продолжение, что просто все ахнут. Но нет. Французы зачем-то дают права на разработку совершенно другой студии. После пятой части основной стратегической серии последующие игры стали приквелами, а не сиквелами. В 2011 году Юбисофт выбрала нового разработчика Black Hole Entertainment для создания Might and Magic Heroes 6. Однако студия обанкротилась вскоре после выхода игры. Так что наборы патчей и сценариев к новой части были созданы немецкой студией Liebing Entertainment, а аддон разрабатывала компания Virtus. Так-так-так, пахнет каким-то творческим хаосом. Сделали одни, патчили другие, дополнение писали третьи. Что там вообще происходило? Начнем с того, что Black Hole Entertainment посчитала, что их банкротство было вызвано вмешательством сотрудников из Юбисофт, которые постоянно вносили изменения в проект, включая добавление и удаление фракций, изменения задач, а также нарушали сроки предоставления необходимых материалов. Эти обвинения косвенно подтверждаются тем, что Юбисофт ранее тщательно следила за работой студии Neval над пятой частью, хотя и с меньшими негативными последствиями. После выпуска игры было замечено большое количество ошибок, которые долго исправлялись, но не все были устранены полностью. Кроме того, игровая модель была изменена. На стратегической карте количество ресурсов было уменьшено с 7 до 4, а контроль над ними стал зависеть от владения регионом, в котором они находятся. После захвата замка, игрок получал автоматический доступ ко всем ценным постройкам в этом регионе. Однако, количество базовых классов героев было увеличено до 6 на каждую фракцию. Дополнительной особенностью стала система репутации, игрок мог действовать по-разному, наполняя свой бар либо слезами, либо кровью, отображая таким образом наклонность персонажа к добру или злу. В то же время, такие изменения могли произойти только благодаря игровым решениям, а не зависели от сюжетных поворотов. Например, игрок, отпуская слабые отряды чудовищ, которые пытались сбежать от крупной армии, мог заработать слезы, но терял при этом опыт, который его армия могла бы получить, уничтожив врагов. Это позволяло прокачивать своего героя по одной из веток, открывая более мощные классы. Например, добрый некромат мог стать бальзамировщиком. Система юнитов в игре не претерпела серьезных изменений, но теперь они были разделены на основные, элитные и чемпионы, что отражало их силу и ценность для героев. В игре осталось пять замков. Традиционный Инферно, Некрополь, Варварские непокоренные племена и Человеческий Альянс Света. Пятые же были новой расой, Святилищем, представляющей собой морской замок, принадлежащий расе Наг и занимающий место традиционного замка чудовищ. В дополнение появилась еще одна фракция, которая занимала ту же нишу, Лига Теней. История новой игры происходила в Асхане за 400 лет до событий пятой части. Разработчики описали сюжет как семейную трагедию. Игрок проходил кампании за каждого из пятерых детей человеческого герцога Вячеслава Грифона, каждый из которых был связан с разными фракциями. В 2013 году было выпущено обширное дополнение Shades of Darkness, которое добавило в игру новую расу и две кампании для Лиги Теней и Некрополя. Эти кампании раскрывали больше информации о Маласе и Безликих, а также представляли историю Аграила Рейлага в роли лидера Темных Эльфов до того, как он присоединился к Инферно. Возможно, кто-то скажет, что в игре было действительно много нового и интересного. Но я скорее пожму плечами и скажу, что никакие новшества не перекроют того ужаса и непонимания геймеров, которые купили игру. Мало того, что в шестерке на старте была тонна багов, которые, кстати, долгое время издатель вообще никак не хотел исправлять. Так еще и графика на момент 2011-го выглядела очень скудной, а из проекта вырезали много уже ставшими канонами контента. Например, четыре вида ресурсов вместо семи. Это, я еще молчу, про искусственный интеллект, который был не то чтобы совсем ужасным, но по сравнению с той же пятеркой выглядел в проигрышных позициях. Как итог, Ubisoft терпит большие финансовые убытки. Чтобы хоть как-то реабилитироваться, они решают не ограничиваться воскрешением старых героев в стратегиях и попытаться возродить ролевую серию. В 2014-м году выходит Might and Magic 10 Legacy от студии Limit Entertainment, которая занималась патчами для шестой части героев. Разработчики проложили много усилий для того, чтобы вернуть дух старых игр серии, попутно стараясь расшевелить фанатов и загладить грехи. Что-то вроде «Смотрите! Десятая меч и магия под нашим крылом! Ого-го! Дайте нам шанс, и уж седьмыми героями мы точно не подкачаем!» Критики справедливо оценивали новую игру как попытку возродить старый стиль. Кому-то это нравилось, кому-то нет, но общее мнение сводилось к тому, что десятая часть это скорее памятник, чем игра, предлагающая свежие решения. Но вместо того, чтобы сделать анализ ошибок и прислушаться к комьюнити, Юбисофт продолжает идти по своему тернистому пути. В 2015 году компания Limbic Entertainment выпускает последнюю на данный момент часть стратегической серии Might & Magic Heroes 7. Новая игра отменила несколько нововведений из предыдущей части, таких как контроль над территориями и уменьшения количества типов ресурсов, которых снова стало 7. Также была удалена система слез и крови, или любая ее аналогия. Каждый класс просто развивался, набирая уровни. Сюжет последней части игры Героя Меча и Магии был сфокусирован на политическом конфликте, в отличие от предыдущей части, где основной акцент был на спасении мира от зла. Действие игры происходило через 300 лет после событий предыдущей части и за один век до событий пятой. Герцог Иван Грифон был втянут в войну с герцогом Шеймосом Малением за власть над Человеческой Империей. Иван с помощью созданного им Теневого Совета, куда входили его союзники из других рас и народов, захватил престол, создав ту самую династию Грифона, которая прошла конец в финале Heroes of Might & Magic 5. Хочу отметить, что седьмая часть отличается тем, что в ней было меньше нововведения по сравнению со всеми остальными Хом. Герои продолжали перемещаться по карте, получая опыт в битвах с монстрами, захватывая замки и искав слезы Асхи. В основной игре представлено шесть классических фракций Альянс Света, Академия Волшебства, Непокорные Племена, Некрополь, Лесной Союз и Лига Теней. Для последних двух рас выбор производился посредством голосования в интернете, конкурируя с демонами и дворфами соответственно. Следует отметить, что этот набор фракций максимально близко подошел ко второй части серии. Так что получается? Мы получили старые добрые герои прямиком из двухтысячных только в новой упаковке? Эх, к сожалению, нет. Я бы даже сказал, что седьмая часть является одной из худших серий, если не самой. А причина тому весьма проста. Основная претензия к седьмой части стала недоделанность, в том числе чисто техническая. Помимо этого, разработчики не стали придумывать практически ничего нового, просто объединив пятую и шестую часть. То есть контента они вырезали, а новый засунуть забыли. Лимбик постоянно сталкивалась с давлением со стороны издателя, в результате чего после выпуска игра просто кишила ошибками и недоработками. С течением времени студия исправляла многие из этих проблем с помощью бесплатных патчей и дополнений, но это уже не оказало никакого влияния на продажи. В 2016 году к основной игре вышел набор сценариев Toast Tales of Axiote, которые происходили в мире четвертой части. Дополнение Trial by Fire также добавляло новую фракцию Дворфов. Разработчики предполагали в дальнейшем сделать еще одно DLC, добавляющее и Инферно, но негативные отзывы об игре, отсутствие интереса со стороны покупателей, да еще и скандал с выходом Heroes 3 HD Edition, про который я подробно рассказывал в видео про эволюцию тройки привели к тому, что проект вовсе был закрыт. Вот так вот печально, не могу подобрать другого слова, закончилась история великой серии героев. Ааа, хотя нет, подождите, я-то думал, что к этому моменту разработчики и издатели закопали себя, что говорится, глубже некуда, но нет, им было мало. Уже в 2017 году Ubisoft представила новый проект спин-офф Might and Magic Heroes Era of Chaos онлайн-стратегия для мобильных платформ. Да, что может быть интереснее? На бумаге игроки могли проходить обширные кампании, нанимать героев и юнитов, расставлять на поле боя до 16 отрядов и сражаться в эпичных и довольно масштабных для мобильной игры боях. На деле же, например, заданий и квестов не то чтобы много, да и называть их полноценной кампанией или приключением язык не поворачивается. Скорее, это похоже на набор сражений в перемешку с диалогами. Сам набор может и огромный, но здесь это особой роли не играет. Помните, как в оригинальных героях нужно было перед боем расставлять свои юниты на карте? Здесь такое тоже есть, но не больше. Зато дальше начинается типичный мобильный гейминг, который даже в отрыве от сравнения с ПК-играми воспринимается совсем бедно. Короче говоря, упрощенные гейммеханики, примитивный геймплей и зависимость процесса от микротранзакций. Да, куда ж без них в мобилке. Это все не то чтобы впечатляло игроков, они буквально разгромили игру гневными комментариями, а критики в свою очередь лишь подливали масло в огонь, выставляя самые низкие баллы. Вы думаете, это остановило юбиков и уж теперь-то они точно взяли за ум? Нет, они только вошли во вкус. В 2019-м геймерам ждал очередной ужас. Игрокам пытались снова продать очередной строительный симулятор без каких-либо нововведений, прикрывая это внешним сходством с оригиналом и громким названием. Увы, ждать от проекта качественной проработки или адаптации игры под близкие, но иной жанр не приходилось. Перед нами раскидывался банальный рискин азиатской культуры, заточенный на быстрое вовлечение путем подкидывания необходимых для быстрого развития ресурсов. Как только разработчики считали игрока достаточно мотивированным для продолжения игры без подачек, халява кончалась и развитие резко замедлялось. Нет, ну а что вы хотели от компании-разработчика из Китая Long2Games? Чтобы они воскресили героев? Да еще и на мобильных устройствах? И это с тем учетом, что герои в принципе как игра гораздо популярнее в СНГ, чем в Китае. В общем, стыд и срам. В конце 2018-го, как вы помните, на хэппи был новый тренд автобаттлеры. И даже тут Ubisoft умудрились отличиться. От конструкции условно бесплатной мобильной автошахматы с элементами королевской битвы по мотивам известной серии кому-то может стать плохо. Слишком много зашквара в одном предложении. При этом очевидном, что просто так смешать настолько разные жанры невозможно. Вот, друзья, знакомьтесь. Might and Magic Chess Royale. Расклад простой. Каждый из 100 игроков сессии получает по 3 жизни, а в стартовом раунде поражение прощается. Но дальше за каждый проигранный бой будет отниматься одна жизнь. Проиграли 3 раунда, все, конец игры. Сами битвы чистейший авто-чесс. Между раундами игрок собирает комбинации из персонажей, выставляет героев на поле битвы и надеется оказаться сильнее своих оппонентов. Соперник выбирается случайным образом из числа живых игроков. По окончании каждого боя же демонстрируется положение вещей на глобальной карте. Ну что, друзья, впечатлены? Вот и я нет. Но, может, кому-то это все-таки и нравится. Я признаю, что Ubisoft сумела создать неплохой игровой прототип, где оригинальные идеи удачно легли на популярной механике, но игре существенно не доставляло разнообразия тактик и интересных механик. Лично для меня сама концепция пытаться использовать имя великой серии вот в таких вот мобилках это преступление, по сути надругательство над священным. Теперь, друзья, героющики, полностью пройдя всю эволюцию и закат серии, вы понимаете, почему в итоге она умерла. Проблемы начались еще с выходом четвертой части, которая времени, то и плохой назвать никак нельзя. Просто нужно понимать, большинство игровых механик и нововведения дорабатывались на лету. 3DO постоянно наседал на New World и сокращал сроки. Закономерно, что какие-то вещи казались сырыми или чересчур отводили игру от канонов серии. С Ubisoft все гораздо сложнее. Из-за желаний сэкономить на производстве французы отдавали проекты после пятерки по сути ноунеймам, которые и близко не вывозили конечное качество продукта на прежний уровень, все сильнее и сильнее загоняя серию в тупик. А потом и вовсе перенос на мобильное устройство лишил серию привычного имени и заклеймил статусом отстой. О чем они только думали? А то, что при таких отличных показателях пятой части проект забрали унивал и не дали возможности продолжить серию это вообще жесть. Этого я уж точно ими никогда не прощу. Уж слишком больно мне было смотреть, во что превращается моя любимая игра детства. С грустью приходится утверждать, Ubisoft так и не нашли нужный ключик к успеху франшизы Heroes of Mad and Magic. И самое обидное, что спрос-то у геймеров есть. Вы просто зайдите в онлайн-лобби или паблики ВКонтакте посвященные пятой части и сразу все поймете. Очень хочется верить, что когда-нибудь мы еще увидим светлое будущее франшизы и сможем поиграть в новую часть героев с теми же чувствами восторга и удовлетворения от процесса как в старые добрые времена. Ну а в полной мере насладиться атмосферой и ощутить все тонкости и нюансы игры ставшими классикой вы сможете на игровом канале Визер Плей вместе с нашим Сеомистером Баблом. Переходите на Визер Плей и отправляйтесь путешествуя по страницам легендарных игр. Очень надеемся, что вам понравился наш долгий интересный но к сожалению грустный рассказ. Давайте вместе накидаем этому ролику несколько тысяч лайков и понадеемся что наша любимая игра когда-нибудь до воскреснет. С вами была команда студии Virgin Wizard. До новых встреч друзья. Пока.